Я вот считаю, что опыт наших коллег из Кыргызстана станет очень показательным для всех делегатов форума. Ведь в последнее время я, например, стала замечать, что в общалках помимо юмора и пустых слов можно встретить столько интересного и нового. Вот Андрей, например, вел с Евразийского медиафорума прямой репортаж с помощью твист-сообщений. Вот почему появилась такая идея провести такой необычный, можно сказать, для Казахстана репортаж? Ну, изначально планировалось писать просто свои личные впечатления, потому что я часто пишу в Твиттер, и мне хотелось рассказать, вот, сейчас выступает тот и тот. Потом я получил ответы от своих фолловеров, которые гласили, Андрей, пиши еще, нам интересно. Я стал писать практически все, что я видел, я писал туда. То есть, если выступает один, я пишу. Выступает тот, я пишу. Ну, 140 символов хватало на это? Ну, порой не хватало, потому что спикеры говорили очень много и очень интересно, и приходилось из их больших ответов и спичей делать какую-то вообще выжимку в 140 символов. Ну, а вот из двух дней, да, вот было немерено сообщений. Какое, возможно, тебе больше понравилось? Какое было самое обсуждаемое среди фолловеров? Ну, самой интересной темой обсуждения стала тема регулирования зоны интернета и свободы слова. Мы, кстати, об этом сняли сюжет и предлагаю его сейчас посмотреть. Регулирование зоны интернета и свободы слова. Эта тема стала самой бурной и горячо обсуждаемой на прошедшем в Алматы евразийском медиафоруме. Ведь не секрет, что для многих интернет сегодня это новая СМИ. Перед делегатами форума встал ряд вопросов. Как запрещать, что запрещать и насколько это правомерно? Говорили много. Каждый спикер рассказывал свою историю, связанную с запретом того или иного сайта. Некоторые делегаты выступали за запрет, полагая, что в этом нет ничего страшного. А кто-то просто удивлялся тому, что некоторые сайты не работают здесь, в Казахстане. Например, здесь, в Казахстане, я протестировал доступ к некоторым популярным веб-сайтам. Блогер, блог-спот и лайв-жорно и получил пустую страницу. Нет какого-то закона, запрещающего это. Может, просто технические неполадки. На это заявление никто не отреагировал в зале. Похоже, многие решили, что у выступающего спикера возникли технические неполадки. Модератор сессии, ведущая новостей телеканала CNN Монита Раджаб, решила передать слово главному советнику президента Литовской Республики. Ее спич сильно удивил остальных спикеров. В Литве цензура запрещена Конституцией. Государство спонсирует только культурные и образовательные СМИ. Другие виды СМИ являются абсолютно свободными от того, что они делают. Мы уже 20 лет являемся независимой страной, и большинство СМИ базируются на принципах саморегулирования. Самое эффективное регулирование СМИ – это саморегулирование. Сейчас у нас, конечно, есть проблемы. Мы с ними столкнулись, потому что многие партии хотели бы получить контроль над СМИ, чтобы воздействовать на аудиторию через СМИ. Официально это невозможно сделать, потому что есть закон, запрещающий какую-либо цензуру. Следующий вопрос, который интересовал спикеров – новое явление в сети – блогеры-журналисты, которые могут находиться в разных часах мира и писать о том, что их окружает. В качестве примера были приведены два сайта – nowpavlik.com и demotix.com. Контент этих двух сайтов наполняет тысячи пользователей по всему миру, которые не являются профессиональными журналистами. Практически такая же ситуация стоит в российской благосфере. По данным Росагентств, в Рунете на сегодняшний день зарегистрированы 15 миллионов блогов. С чем связан такой рост, пояснил Александр Кузнецов. Есть некая специфика российского блогинга. Мы все-таки страна, с одной стороны, достаточно развитая, а с другой стороны, наши регионы, они, по сравнению с остальным миром, бедные. Поэтому очень много людей, журналистов, текущих, которые ведут свои колонки еще, что это в офлайновых медиа, они заводят блоги не только для самовыражения, а еще и для заработка. Дело в том, что в России очень развитая система покупки рекламы в блогах. Блогер в регионе может заработать там полторы-две тысячи долларов на своем блоге, и это сильно больше, чем зарабатывает вся его остальная семья. Пока же спикеры и гости форума обсуждали другие темы, я вел онлайн-трансляцию в Твиттер. На сегодняшний день многие журналисты используют Твиттер для репортажей в режиме реального времени. Сидишь, слушаешь, смотришь и пишешь твиты о том, что происходит. Ведь не всегда все читатели имеют возможность смотреть ТВ, служить радио, а сидят большинство в интернете. Мы попробовали сравнить возможности новых медиа на конкретном примере. Второй день обсуждения – 28 апреля. Вот мои комментарии в Твиттере. 9 часов 32 минуты. Акт 1. Регулирование зоны интернета и свободы СМИ. Опасения и реалии. 9.34. Модератор Манита Раджаб, ведущая новостей CNN. 9.35. Она задает вопрос спикерам и гостям в зале. Может ли быть интернет защищен с правовой точки зрения? Новость информагентства «Казинфор» по сути самого оперативного средства массовой информации вышла только спустя полтора часа после окончания обсуждения. Я уверен, что за такими твирепортажами, которые идут в Твиттере, есть огромное будущее. Потому что для людей, которые живут в сети, используя какие-то мобильные устройства, телефоны, смартфоны, ноутбуки, себя за стационарными компьютерами, это дает возможность побывать на каком-то событии, следить за ним, контролировать его. Поэтому, возможно, при необходимости быстро присоединиться к этому событию, для того, чтобы поучаствовать, не пропустить самое интересное. Но вернемся к форуму. После долгих разговоров с перерывом на кофе, спикеры так не смогли прийти к единому мнению о том, как регулировать интернет и что делать с новыми медиа. Закончилось все на веселой нотке, которую внес журналист Макрам Кхури Маккул. Мы учимся интернету в связке с обучением. Это не изобретение Соединенного Королевства, или Тони Блэра, который говорил об образовании, прежде чем он ушел со своего поста. Но это, как минимум, то, что было сказано в Советском Союзе, в этой части мира. Это, сказал Ленин, не я.